Национальный день донора отметили на полуострове. Во вторник, 20 апреля, неплохая погода, небольшие лужи не помешали камчатцам сдать кровь в этот особенный день. Помочь тем, кому это порой жизненно необходимо, пришли более 40 человек. Правда, допустили к процедуре только 37 из них. Требования к сбору и хранению крови очень строгие, поэтому даже почётные доноры всегда проходят предварительное обследование. Однодневные акции по сбору донорской крови проходят на станции переливания ежемесячно. За одну акцию кровь сдают от 30 до 50 человек. Национальный день донора отмечается в России с 2007 года. Он является важным социальным праздником в честь людей, которые отдают свою кровь безвозмездно, помогая незнакомым людям. На Камчатке около полутора тысячи официальных доноров, которые сдают кровь на постоянной основе. Отметим, что впервые в России кровь от человека к человеку перелили 186 лет назад, 20 апреля 1832 года. В Петербурге молодой акушер-экспериментатор Андрей Мартынович Вольф сумел провести первое переливание крови и спас жизнь роженицы. До конца 19 века в России было проведено 60 переливаний, и все они носили экспериментальный характер. И только в 1919 году в России провели первое научное переливание, учитывающее уже наличие разных групп крови. С 50-х по 80-е годы прошлого века кровь жертвовали почти 80% населения страны, хотя проводилось это на добровольной основе. С начала 2000-х количество доноров стало меньше нормы – 25 человек на 1000. Поэтому с 2008 года стартовала программа развития донорства для привлечения новых постоянных доноров.